здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня у нас спортивная программа тем более приятно что речь пойдет о боксе в виде спорта который любят многие и особенно приятно что вот в этом виде спортом появляются такие сначала звездочки которые потом превращаются в больших звезд почему вы узнаете сегодня у нас в гостях представляю по старшинству михаил геннадий чуратников мастер спорта советского союза мастер спорта ссср международного класса пятикратный чемпион турниров класса трехкратный обладатель кубка ссср призер чемпионата ссср 1978 года тренер комплексной спортивной школы олимпийского резерва городского округа люберца здравствуйте михаил геннадьевич раз но я так понимаю что не полный список если еще взять там юниорская молодые годы до много чего интересного но со сам вот этот символ ссср которого уже давно нет а для спортсменов это одно это уважение и софия александр титова здесь у нас в студии воспитанница этой комплексной спортивной школы олимпийского резерва и клуба бокса спартак но это легко видите вы потому что написано на груди у наших героев победительница кубка губернатора московской области по боксу 2023 года и в этом году она победила во всероссийских соревнованиях рфсо спартак в первенстве по боксу софия если позволите мы первый вопрос тренеру адресуем а вы готовитесь к своим ответам михаил геннадьевич вот такой простой вопрос для того чтобы нам начать наш сегодняшний разговор когда первая победа происходит у какого-нибудь вашего молодого начинающего спортсмена у тренера это как-то происходит какое-то переключение чтобы первый шаг мы сделали и чем отличается от того когда уже у вас опытный спортсмен который уже должен каких-то высот достигать чем разница реакции тренера на успех ну реакция тренера на успех она должна быть всегда обусловлена тем что как пацан как и допустим боксер готов на каком уровне он выходит на какие соревнования вот тут вот разница в том ну когда уже идем к результату вот такому как уча софия сделала это идет конечно уже намного гораздо ну внутреннее такого мандража называется то есть он тренер также мандражирует перед боем как и боксер как будто вы да на ринг выходишь все подтряхивает все потом что внутреннее самоздание вот во вторых поставлена цель а ее надо выполнять вот как бы вот такими словами ну а начнем мы наверное разговор софии с того что под последнее ваше достижение но напрашивается вопрос что это такое что это был за турнир вот это была уверенная победа или там были какие-то проблемы расскажите это был турнир первенства россии по боксу то уверенная победа было всего четыре боя каждый из них я выиграла единогласным решением судей то есть выходила просто и и молотила хорошем смысле слова уж извините да а вы вы же знали кто будет участвовать в этом первенстве вы как-то наверное сейчас можно увидеть какие-то видео в боев этих ваших соперниц верно на а это было самоуверенность или уверенность в себе скорее всего уверенность а как тренер оценивал ситуацию что мы обязаны выиграть потому что ведь всегда есть вариант либо победа либо поражение я вижу что спортсменка была уверена эта уверенность основана на каких-то тренировочных процессах ну это мне вопрос да вот я мы и говорю что мы к этому делу к этому бою к этим боям шли гораздо больше мы в том году нас получилось что мы на цифру занимаем третье место там в равном бою нам не отдали потом на здесь в люберцах также проходился проходил рфсов спартак российский также третье место тоже урана вроде бронза но да да ну и как бы мы в себе поставили цель уже в том году хватило в этом году все выиграем и на самом деле так все произошло то есть даже серебра не было сразу сразу вот а сам бой как прошел вы как тренер его оцениваете были какие-то огрехи я имею ввиду 4 до бою было надо было они так понимаю каждый бой это особая история все правильно сделала ваша сейчас уже можно сказать даже при ней все состоялось ну в принципе все то что было запланировано все сделала умница там с каждым боем набирала то есть как бы сказать в чем заключается тут начинается опыт когда боксер боксирует то что с каждым боем идет лучше 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 бой я это везде говорю всем своим боксерам что если боксер проявляет себя с каждым разом бой лучше то есть это боксер перспектива это человек говоря если бы 5 был бой то скорее всего и она вообще никогда не проводила больше двух боев ну а сейчас получилось четыре это было у нее в весе было 17 участниц вот так вот поэтому всех ну мы поздравляем софия нам особенно приятно что как бы во первых сразу видно уверенного человека спортсмены они по-разному себя ведут на интервью но я не могу не задать вопрос журналистки как бокс то попали ну понимаю что наверное это связано как-то с родителями да не было вариантов ну я не знаю там прыгать со скакалкой с мечом почему бокс то так получилось что я самого детства занималась спортом сначала была гимнастика художественная значит я угадал было так вот потом тхек ван до потом кикбоксинг а потом уже бокс а вот кикбоксинг как появился сломайте наш стереотип потому что девушка и кикбоксинг сейчас это вроде элементарный и девушка боксер тоже но все равно где-то же должно происходить вот вы как-то сказали там своему родным и близким я буду кикбоксингом заниматься или наоборот они вас заставили этим нет я по своей воле пошла мне очень нравился этот спорт и я видела себя в нем так а потом а потом так получилось что у меня же брат занимается старший боксом вот и мы решили совместно с родителями что лучше будет перейти в бокс там больше перспективы понятно вот такая интересная семейная история но у вас бокс это много людей в семье боксер боксерская семья а вот когда семья же младший уже занимается первом классе уже занимается у меня боксом уже занимать сентября месяца то есть перед нами фактически участник династии до боксерской а вот этот как вопрос тренеру это хорошо когда например вот такая вот династия начинает ведь мы же можем понять что непонятно у кого получится лучше не бывает наверное так чтобы все там в спорте бывало что братья и футболисты и боксеры известны были ну то есть но с тем не менее и девушка и брат и так по младше да все пошли в бокс то есть это нормально но это почему нормально это нам это называется как раз таки то что вы назвали династия а где династия там единомыслие а где не на мысли там как деться все идет вперед и груша она нужна только надо расписание хорошо но вернемся к первенству их соревнованиям московской области значит среди девушек 13 14 лет до проходила соревнования проходили они в чехове с 11 по 19 на вообще-то совсем недавно а что дальше нас ждет какие летом вот какие-то я жду первенство европа вот все готовимся к нему никаких сейчас перед этим и такая будет тоже нагрузка серьезно это прохождение углубленного медицинского осмотра это специальная клиника будет там где будет ее просматривать полностью там такое условие что даже почему на сборы и на все эти вот я привык вызывается три номера первый второй и третий то есть два третьих получается в боксе дублеры потому что вдруг что-то со здоровьем первого номера не в порядке то второй номер второе внешне что-то там не случилось но третий тут вот такая как бы сразу прямо как система императоров да а трон там ну вот сейчас такие вот правила условия бокса потому что сейчас вот а сразу такой вопрос и совсем спортивная вот второй третий номер они же будут вам наверно завидовать то есть так будет сидеть и смотреть ну что-то она сегодня начала чихать вот но я шучу конечно тем не менее это такая программа это мы тогда обязаны это сделать и собственно говоря идет подготовка сейчас к этому важному соревнованию вы переживаете все таки это выход вообще тем более в наше время вот во внешний мир есть какие-то особые переживания поэтому ну такие маленькие приз на переживания они связаны только с что для меня это что-то новое и я никогда не участвовала еще на первенстве европе и для меня вроде бы все свои на а тут какие-то люди вот не всегда нам понятно вот но ведь хочется очень хочется вообще мне кажется да для любого спортсмена коль вы встали на эту стезю надо идти до конца тем более ваш тренер самая высшая категория мастер спорта международного класса да и все ведь надо же переплюнуть тренера правильно ну ну так если между нами говорим о это сложно 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 но можно да при желании что вы хотели бы но ни в коем случае не спрашиваю какую медаль вы хотите завоевать довольно странный вопрос но тем не менее какая идет подготовка изменяется она но связи с увеличением до одно дело первенство там округа первенство области первенство там не за москвы региональные какие-то турниры а здесь вот уже солидное изменение в программе есть этот турнир как раз таки и он и показал что это все это все все первенство россии и там перед вся россия была то есть мы видели увидели много других школ бокса других подготовок спортсменов поэтому мы увидели все ошибки как над которыми нужно работать и подукрали что-то у других это обязательно это посмотрели тренер который это все смотрит видеть и все это фиксирует поэтому она так идет и мы увидели ошибки над которыми работать надо и мы над этим будем работать нам а софия вы знаете вот свои ошибки когда даже вот в этих боях которые были не знаю можно так провести бой вообще идеально на сто процентов но где-то что-то можно пропустить но не страшный такой момент я не говорю каких-то вот работа над ошибками уже проделана внутри себя да уже проделана то есть что-то бывало до где-то там а как вы с собой разговариваете когда сделала не так и поняла что ошиблась или там тренер говорил говорила я в че тут не послушалась таки сделала не так можете себе сказать что я была неправа или да или ищите оправдания нет никогда не еще оправдания всегда четко воспринимаю свои ошибки и стараюсь над ними работать а вот ваши друзья среди которых наверняка есть и юноши которые знаю как у меня просто никогда не было такой знакомый чтобы она боксом занималась мои так сказать юные годы вот но мне было наверно было бы интересно как как они относятся к тому что вы боксом занимаетесь положительно положительно то есть берут вас на разборки с собой все что если проблемы нет я думаю что я шучу конечно но дело в том что я почему этот вопрос сейчас к тренеру а что дает бокс с точки зрения все-таки смотрите 13-14 лет да это когда идет становление еще организма и вообще ну скажем так морального какого-то духа что бог сдает как вид спорта вот такому молодому начинающему еще спортсмену ну бокс вообще что воспитывает воспитывает у любого как бы человека у слабого у сильного сила характера сила характера та которая преодолеть себя называется то есть в боксе это преодоление она вообще в таком спорте в большом преодолеваешь себя это обязательно то есть идешь на риски идешь на самоотверженное такое действие которое ты должен произвести настраиваешься вот если у тебя допустим на тренировке получается допустим какая-то комбинация стопроцентная то в бою она дай бог если 7 50 процентов вроде все было так а тут это все потому что это называется горение мандраж вот это все выделение то есть ответственная ситуация поэтому спортсмену с этим справиться тяжело в тот кто внутренне закален боями внутренней такой энергии тот выступает лучше почему я игру что у нее с каждым боем боль был лучше 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 вот мы раздали ей вопрос после третьего боя но она его привела концовочку третьего боя плоховато выползают факт плоховато она подошла михаил геннадь извините извините я третий раунд не так ну то есть не отдали третий раунд хотя единогласным решением суде отдали бой а хорошо но вот ведь как бывает софия вопрос еще такой вот вам вы еще в таком замечательном возрасте находитесь когда не тоже все дороги открыты еще может много чего поменяться в жизни я вижу что вы к спорту относитесь действительно серьезно да и были изменения и в общем то вы уже многосторонняя спортсменка можно так сказать будете идти дальше вот если не будем сейчас спортсменов очень много тоже всяких как это ну талисманов и всего такого забудем на время про первенство европы вы будете идти дальше есть у вас желание развиваться именно в этом виде спорта и может быть потом профессиональным заниматься да то есть это уже такая история вот и вы готовы на все трудности великого большого спорта да как интересно вот как боксер должен отвечать коротко ясно и понятно как как раз-два раз-два да раз и вот а скажите еще такой вопрос это уже вопрос от болельщика как вы понимаете все таки все мужчины боксу относятся ну как с такому своему виду спорта вот вам больше нравится побеждать и в будущем да когда соперник что называется ему что-то там насчитывают приходит в себя заем это корректно либо вот просто по количеству правильного выполненных комбинаций что вам больше больше когда отсчитывает то есть чтобы уже не было каких-то никаких сомнений точно не было как спортсменка ставят по крайней мере верю что в вашем дворе точно спокойно все будут жить дать и собственно говоря медаль да а давайте мы ее поднимем все-таки это ваша медаль не бойтесь то еще раз прикоснитесь кстати какие ощущения когда медаль вот туда нам ее покажите вот вот хорошо какие ощущения когда медаль вот вам повесили что было радость бабочки были да а у тренера какие были ощущения выдохнуть выдохнули выдохнули только выдохнули когда все это произошло выдохнули сидим идем на награждение то сел и у меня сил нету подняться чтобы идти сфотографироваться там же там же надо процедура процедура вся такая да как раз владимир леонид сурков на граждан приезжал вот и михаил геннадь михаил геннадь давай быстренько а вы как будто сами в бою участок а я только так но вот очень приятно что и тренер и спортсменка здесь на х находится у нас во второй части немножко состав поменяется но хочу сказать и пожелать вам софия что впереди конечно очень ответственная история никто никогда не скажет вам ничего плохого если ну даже ни одной медали не привезем но мы всегда рассчитываем на то что если я готов к чему-то если все в меня верят то как говорится не боги горшки обжигают правильно поэтому успехов вам во всем этом ну и напомню что в первой части нашей программы присутствовали мастер спорта советского союза уж все не буду перечислять между прочим международного класса то есть человек который знает что такое борьба с иностранцами да и пять раз мою честь играл гимн советского союза гимн советского союза но теперь будет сыграть гимн россии музыка кстати тоже да вот и напомню что тренер комплексной спортивной школы олимпийского резерва городского округа люберца и софи александр титова воспитанницы этой школы которая сейчас готовится к европейскому первенству поэтому мы ее особо вопросами не будем мучить ну а программа открытый диалог продолжается после паузы продолжение напоминаю что эта программа открытый диалог сегодня у нас речь идет о спорте и о боксе таком вроде бы как мужском виде спорта но давно уже и на половину женский а может быть даже на большую часть и мы попрощались с тренером михаилом геннадьевичем ратниковым который был у нас первой части а на его место пришел другой мужчина и мы наконец можем открыть интригу приоткрыть так сказать завесу тайны это папа софии титовой представитель родительского комитета люберецкой федерации бокса александр владимирович титов здравствуйте александр владимирович ну еще раз напомним что софия титова у нас претендент дам на выступление потому что мы выясняем что сейчас начинается какая-то жуткая процедура на претендент на выступление в сборной россии на первости европы который пройдет в боснии верно папа все верно в борсе босния будет в августе месяц планируется то есть увидите боснию походите там или будете там только спортом заниматься ну будем прежде всего боксировать и побеждать ну вот теперь как вы понимаете в первом отделении нашего концерта я сдала вопрос по поводу того почему бокс и девочка видимо видела все время как папа тренируется ходила на какие-то соревнования да софия была помните когда первый раз увидели папу на ринге папа не занимался боксом профессионально он больше любитель но все равно любительских соревнования были но любительских нет не попала не попала да вот знала что папа боксер а теперь папа ходит а как папа относится к тому что ну сын ладно там я не знаю все мужчины в семье могут боксом а тут красавица дочка 13 14 лет и девочка уже четырех положила там как относятся к этому дочь хорошо отношусь вообще к занятиям спортом в принципе это что софия занимается боксом поддерживаю полностью как бы потому что прежде всего это ее желание не давили на нее не говорили вот иди в бокс в боксе хорошо и я боксом занимаюсь и там то все и третье десятое вот не было такого сама все-таки принимал решение сама здесь такой вид спорта что заставить него то есть у боксеров свой разговор до короткий софи скажите пожалуйста а вот мы тут в паузе узнали что на вашу победу доработала не только вся спортивная машина школы но и вся семья что для вас семья потому что мы же знаем история когда спортсмен немножко отдельно от семьи бывает ну занимается хорошо завоевал медаль ну молодец ну повесь но поаплодировали там только через какое-то время приходит понимание как много уходит на это сил вот для вас семья что это такое это поддержка на семья это точно поддержка когда человек занимается спортом ему она очень необходима для вас на на создаются какие-то условия то есть не всегда вы заставляют мусор выносить посуду мы до обязанности есть какие-то в семье себя у вас большая мы услышали что у вас получается все в боксе сейчас расскажите о том кто еще у вас там у меня младший брат как зовут брата титов дмитрий александрович ведь как спортсменка сразу на как в списке написано дмитрий александрович так типа вообще имя то какое да даже нас второй космонавт был титов да то есть твоим фамилия какая знаменитая вот хорошо так ему сколько лет ему 7 лет 7 лет и уже мальчишка уже боксирует но им конечно он же видит что старшая сестра есть да которая как бы уже на европу едет то есть я думаю что он прямо там с утра до вечера наверно боксом занимается вы ему помогаете вы его тренер наверно ну что-то помогаю указываю ошибки там да стоим лапы так а кстати такой вопрос я вам уже его задавал до программы но тренировки же есть папа с дочкой то легко могут немножко побоксировать вы что этим делом профессионально занимаетесь ну не больно чтобы обязательно в процессе тренировки у нас есть спарринги я делаю зависит от папы нельзя папу так сильно то так можно в порыве страсти неожиданно вдруг папа удар пропустят или не пропустят ну стараюсь не пропускать но где-то уклоняться пытались были ощущения когда медаль заработала вы же так были да конечно я был весь турнир с михалом геннальдичем софии поддерживали ну когда уже софии подняли руку такое было некоторое облегчение то что задача выполнена а вы понимали тогда да уже было известно что если девочка выигрывает то идем на сборную да да то есть как бы двойной такой был успех то есть если бы не вышло то ну как бы поучаствовала хорошо все следующем году да как обычно там а тут как бы сразу два во-первых медаль во вторых европа но это такая определенная ступень открывается дорога дальше следующая ступень вот европа это попасть сборную для софии тому как бы утвердиться это коллектив новый и там можно в общем то потом находиться довольно долго несмотря на возраст просто держать себя в правильной форме и уже ну софия обеспечено участие в первенстве россии 2025 уже то есть она по-любому там для вас новый год уже наступил да и если она опять побеждает она остается сборной в любом случае она должна себя содержать и в отличной физической форме и расти софия но вот вы же такая юная конфеты сладости я не знаю с подружками погулять единым там залипнуть в компьютере вот это вы в себя всего это вы лишаете или как-то умеете так расположить распорядиться своим временем да я распоряжаюсь своим временем откладываю время на тренировки и откладываю время на на жизнь даже а тренировки сколько занимает времени вашему рационе у меня в день две тренировки утренняя тренировка два часа и вечерние 2 часа. И так каждый день? Да. А даже в воскресенье вот когда? Нет, по выходным отдых. Вот, вот уже хорошо. Но вы же понимаете, чем дальше в лес, тем больше занятий, поэтому придет время, когда будет суббота и воскресенье. А тренировки проходят утренние, как, школа же есть какая-то, или вот в школе именно проектов? У меня спортивный класс, и я два урока учусь, а дальше у меня идет тренировка, и у всего моего класса тренировка, только у них по баскетболу. Вот, и в свободное время вот как раз, когда тренировка, я тренируюсь. Ну, вот видите, у них командный вид спорта, а у вас самостоятельная, сама за себя отвечает, да? Папа тренировками занимается какие-то, читайте, смотрите, подсматривайте вместе видео других спортсменов. Как идет ваша подготовка? Я поясню свой вопрос, потому что каждый человек индивидуален, и мы же удивляемся иногда в любом виде спорта, ну, там, вот Месси, например. Ну, почему он такой вот бог футбола, да? Он уже обычный человек, казалось бы. То есть, как идет вот такая работа в поиске каких-то новых, не знаю, приемов, способов? Это идет? Ну, прежде всего, мы советуемся с тренером, тренер Михаила Геннадьевича. Он смотрит у Софии какие-то моменты, ошибки, и смотрит, над чем нужно больше работать. Я, как бы, сам тоже принимаю участие в формировании Софии, да. И сам ее тренирую по утрам, в основном. Михаил Геннадьевич вечером. Еще Евгений Явченко, это Снельсон, тоже тренер, тренирует. Смотрю ролики какие-то, сейчас YouTube есть, с кем-то советуюсь. Лайфхаки? Лайфхаки обязательно. На месте не стоим. Какие-то методики. Какие-то методики Михаила Геннадьевича из старой школы бокса обязательно подсказывают. Которые еще удачно вписываются в новые. Да. Ну, вот тоже такой возникает вопрос, знаете, по поводу фигурного катания. Почему этот вид спорта, да, у нас популярен. Но ведь не может человек, ну, там, тулуп, да, знаменитый. Неужели мы дождемся, когда будет там пятерной тулуп, или шестерной. То есть кажется, что где-то есть остановка. Вот в боксе идет какое-то развитие? Есть какие-то изменения? Бокс, например, которым занимается ваша дочь, и бокс, которым занимался тренер. Это два разных бокса? Или просто он как-то по-другому выглядит? Ну, в принципе, бокс один и тот же. Единственное, что на сегодняшний день есть соцсети, YouTube и так далее, где можно посмотреть бои друг друга, какие-то методики увидеть. И соединить. Своё и... Своё, да. И можно эксперименты делать. То есть брать какую-то технику, добавлять туда что-то. И всё это делается именно под конкретного бойца, вот под Софи. Под возможности. Под её возможности, да. Софи, а вот скажите, пожалуйста, ну, когда просто даже вот не связано с девушками, с юношами, а возникает, говорят о боксе, и сразу мы понимаем, ну, значит, бьют друг друга по голове, задача, один должен ударить хорошо другого, чтобы на этом победить. И как бы слово «ум» вот здесь воспринимается с точки зрения, чтобы не было сотрясения. Но ведь по большому счёту, ведь это прежде всего умный вид спорта, то есть тут надо быть и хитрый, и, да, следить за... Вот что для вас бокс с точки зрения умного вида спорта? Для меня бокс – это как быстрые шахматы. Ага. Хорошее сравнение, да. Приходится думать постоянно. Просчитывать ход. Да, просчитывать, концентрироваться и где-то уклоняться, где-то бить и, ну, смотреть по ситуации. А вам больше нравится... Сейчас, наверное, тайну раскроем. Больше нравится от обороны идти или от нападения? Или это в зависимости от боя? Это в зависимости от боя, от соперника. Ну, сама вы больше в нападении играете? В нападении. Ага. То есть, чтобы сразу решить все вопросы и так далее. Вопрос ещё такой к папе. Вот девочка сейчас у нас поедет на Европу. Мы будем за неё болеть. Очень рассчитывая на то, что когда вы там всё завоюете, приедете к нам уже медалью немножечко другого, как говорят, отлива. Она будет расти. Мы выяснили в первой части нашего разговора, что мы пойдём дальше. То есть такой профессиональный вид спорта. Вы готовы к этому, как папа, что девочка будет у вас боксёром и, может быть, мировым именем? И наше интервью станет такой предтечей этому всему? Ну, конечно, готово. Прежде всего, мы и занимаемся для того, чтобы побеждать. То есть мы работаем на результат. То есть это уже профессиональный подход? Абсолютно. И вся семья поддерживает, да? И бабушки, и дедушки. Не говорили бабушки, и дедушки? Да зачем тебе этот бокс? Пусть папа занимается, пусть братья занимаются, а ты будешь... А вы всё равно. Да. Это была программа «Открытый диалог», в гостях у которой в первой части у нас был Михаил Геннадьевич Ратников, мастер спорта международного класса, тренер Софии Александровны Титовой, которая у нас теперь член сборной, уже можно сказать, сборной России, будет представлять её на первенстве Европы в Боснии. Ну и папа нашей спортсменки замечательной Александр Владимирович Титов, который, как ещё раз напомню, представитель родительского комитета Либеретской федерации бокса. Так что, как известно, любятся территория спорта, и территория спорта под именем бокс тоже безусловна. Всего вам доброго, всего хорошего. Это была программа «Открытый диалог». Занимайтесь спортом и, может быть, даже боксом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова